всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня в моем видео будет пересадка цен видео это красивейшая орхидея считается королем орхидеи приготовлю при вас грунт пересажу и расскажу как я за ним ухаживаю он только недавно у меня цвел вот последний цветонос сегодня я его обрежу цветонос я ему просто сейчас стригу и посмотрите как он у меня красиво цвел какие крупные цветы вот просто просто красота хочу конечно же чтобы он опять а вот этот цимбидиум у меня еще цветет вот но он поменьше но я смотрю что у него ну как бы пересадка то нужно уже потому что уже корешочки его смотрите видите новый рост идет все хорошо для большого цимбидиума я приготовила керамический горшок вот такой вот он высокий ну вот здесь вот небольшая такая есть как бы шейка заложено но здесь она совсем немного заложено и то есть если следить чтобы у него корни вот если не разрастутся то есть он легко отсюда выйдет ну я его теперь пересаживать года три отсюда точно не буду уже с этого аж пол там имеется конечно дренажное отверстие сейчас я насыплю туда керамзит керамзита я вот так насыпала хорошо в общем то почему я керамический горшок выбрала потому что вот он неустойчивый он него очень тяжелые листья особенно когда цветоносцы были он у меня падал просто не стоял я его поставил в такое кашпо еще ко мне сюда наложила чтобы он не падал теперь я это все разобрала сейчас посмотрим корни сейчас я достану и приготовим грунт сейчас посмотрим корневую систему только получится ли мне его оттуда вообще корни просто очень разрослись и очень тяжело не хочет идти конечно они здесь уже корни хорошо разросся дружочек ну вот кое-как я его вот крутила покрутили смотрите у него здесь одни то корни и корешочки хорошие очень хорошие смотрите вот у них новый рост идет у корешочков все прекрасно даже не будут ребушить вообще не будут ребушить его вот как он есть я его просто посажу и все я считаю что там и где он рос где его выращивали там все-таки питательные вещества есть какие-то все равно есть я стараюсь не убирать магазинный грунт если корни конечно хороший грунт не обязательно убирать здесь я смотрю вообще кокосовые чипсы что я ему и приготовила я ему купила сегодня мешок мелкой коры и уже размочила кокосовые чипсы смотрите вот видите какой хороший как раз вот он находится в таком сидел я хочу здесь добавить уголь древесный и мелкой коры все это перемешаю и посажу своего красавцу вот купила такую кору ему не стала мелочиться но у нас в принципе она и не продается маленьких пакетиков только большие мешки и просто ему смешаю и все и как раз будет то что нужно видите туда еще добавлю древесный уголь и удобрение осмокот туда еще добавлю добавлю сейчас угля в общем нужно создать более подходящие натуральные условия так как цинвидиум растет в стволе дупле дерева и у него в принципе горшок не обязательно делать прозрачные он очень хорошо живет и в керамике в таком темном горшке и добавлю осмокот удобрения длительного действия такие шарики при пересадке его можно вот так вмешать с грунтом либо под корень туда потом присыпать до земелькой а при сезонном его просто по вверху можно посыпать и все и когда поливать будете он туда проникнет в почву то есть я цветочком однолетником тоже его добавляла помощник как всегда наблюдает что я тут делаю балюня валий зайчик ну а директор как всегда в отпуске ну вот керамзит насыпала теперь я добавляю такой хороший получил такой субстрат вот две горсточки я думаю пора ставить ох еще можно убрать высоковато сделал парень то большой ему этот горшок кстати вообще классно будет он хоть падать не будет потому что у меня цимбидиумы уже на улице растут я их не заношу у нас кстати вчера вообще 28 было градусов тепла это что-то нонсенс какой-то был а вот сегодня уже где-то 14 градусов и холодный ветер но ночью обещаю где-то 4 градуса но цимбидиума вот эти перепады очень хорошо они как раз то и будут закладывать цветочные почки и следующая неделя там конечно днем у нас 20 градусов 21 22 то есть прекрасно и для цимбидиума конечно нужна кора вот такой вот мелкой фракции ему не нужна вот это вот как допустим полинопсисом да покрупнее можно то есть видимо желательно помельче ну вот так вот еще кокосовый положу красота думаю он сейчас оценит мою пересадку директор оранжерея пожаловал тоже проверить как обстановка но вот так перевалила свой я цимбидиум 1 2 перевалю чуть позже и потом вам видео как-нибудь покажу как они у меня растут а сейчас вам расскажу как я за ним ухаживаю для цимбидиума конечно тоже такой рассеянный свет не прямые солнечные лучи по месту расположения у меня он стоит на восточной стороне то есть утром попадает на него солнышко не сильно так что не обжигает ему листья и все а потом он просто стоит при дневном освещении на улице у меня стоит в тени получается я сейчас покажу где у меня будет стоять и конечно немаловажным для него является полив я его поливаю конечно если жарко я могу его поливать через два дня если жарко в том случае если у него горшок пересыхает а так в основном я орхидеи вообще поливаю раз в неделю у меня получается то есть полинопсис получается раз в неделю а эти получается два раза неделю и также удобрением для орхидей я поливаю но сейчас при пересадке я ему добавила еще осмоход я думаю лишь и не будет так как он любит конечно питательный грунт и самый важный момент чтобы цимбидиум свел нужно ему создать условия такие что например ночью было прохладней а днем ну то есть жарко ну тепло и вот как раз у нас сейчас погода такая и позволяет и вообще они у меня на веранде было еще даже прохладно у меня цимбидиум и здесь стоять то есть я думаю это тоже спровоцирует появление новых цветоносов по крайней мере буду на это надеяться а сейчас я вам покажу куда я его поставлю где он у меня уже стоял в общем вот здесь у меня стоят цимбидиумы второй сюда поставлю и все но сегодня говорю у нас прям прохладно но им хорошо видите листья какие хорошие желтизны никакой нет ничего не сохнет в общем выглядит они хорошо видно даже по листве подписывайтесь обязательно на мой канал ставьте лайки пишите комментарии увидимся в следующем видео ну у Продолжение следует...